This is a LibriWax recording. All LibriWax recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriWax.org. This reading by Яковлев Валерий. Иван Сергеевич Тургенев. Поездка в Полесе. Первый день. Вид огромного, весь небослон обнимающего бора, вид полеси напоминает вид моря, и впечатления им возбуждаются те же. Та же первобытная нетронутая сила расстилается широко и державным перед лицом зрителя. Из недр вековых лесов из бессмертного лона, вот, поднимается тот же голос. Мне нет до тебя дела, говорит природа человеку. Я царства, а ты хлопачи о том, как бы не умереть. Но лес однообразнее и печальнее море. Особенно сосновый лес. Постоянно одинаковый, почти бесшумный. Море грозит, ласкает. Оно играет всеми красками, говорит всеми голосами. Оно дрожает небо, от которого тоже веет вечностью. Но вечностью, как бы нам не чуждой. Неизменный, мрачный бор. Угрюмо молчит. Или вот глухо. И при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудный человек к существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти. Трудно ему выносить холодный, безучастный устремленный на него взгляд, вечный изиды. Не одни дерзостные надежды и мечтания молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии. Нет. Вся душа его никнет и замирает. Он чувствует, что последний из его братьев может исчезнуть с лица земли. И ни одна игла не дрогнет на этих ветвях. Он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность. И с торопливым, тайным испугом обращается. Он к мелким заботам и трудам жизни. Ему легче в этом мире. Им самим созданным. Он здесь дома. Здесь он смеет еще верить в свое значение и в свою силу. Вот какие мысли приходили мне. Ну, несколько лет тому назад, когда, стоя на крыльце постоялого дворика, построенного на берегу болотистой речки Ресеты, увидал я впервые по лесу. Длинными сплошными уступами разбегались передо мной снеющие громады хвойного леса. Кое-где лишь пестрели зелеными пятнами небольшие березовые рощи. Весь кругозор был охвачен бором. Нигде не белела церковь, не светлели поля. Все деревья да деревья, все зубчатые верхушки и тонкие. Тусли туман, вечный туман по лесу висел вдали над ними. Неленью этой неподвижностью жизни нет. Отсутствием жизни, чем-то мертвым, хотя и величавым, веяло мне со всех краев небосклона. Помню, большие белые тучи плыли мимо, тихо и высоко, и жаркий летний день лежал, недвижно на безмолвной земле. Красноватая вода речки скользила без плеска между густыми тростниками. Над ней ее смутно виднелись круглые бугры иглистого моха. Оберегаты исчезали в полонной тине, турецко белели рассыпчатым и мелким песком. Мимо самого дворика шла уездная торная дорога. На этой дороге прямо против крыльца стояла телега, нагруженная коробами и ящиками. Владелец ее худощавый мещанин с истребимым носом и мышиными глазками, сгорбленный и хромой, впрягал в нее свою тоже хромую лошаденку. Это был пряничник, который пробирался на карачаевскую ярмарку. Вдруг показалось на дороге несколько лошадей, за ними потянулись другие. Наконец повалила целая гурьба. У всех были палки в руках и котомки за плечами. По их походке усталые развалисты. По загорелым лицам видно было, что они шли издалеча. Это юхновцы, капачи, возвращались с заработков. Старик лет семидесяти, весь белый, казалось, предводительствовал ими. Он изредка оборачивался и спокойным голосом понукал остальных. «Но, но, но», — ребятушка говорила, «но». Все они шли молча в какой-то важной тишине. Один лишь только низкого роста и на вид сердитый в тулупе, нараспашку в бараньей шапке надвинутой на самые глаза. Она, поравнявшись с пряничником, вдруг спросила ему, «Почем пряник? Шут. Какого будет пряник, любезный человек?» — возразил толким голосом озадаченный торговец. «Есть в копейку, а то и грош дать надо. А если грош, маш не-то. Да от него чай в брюхе просолодят», — возразил тулуп и отошел от телеги. «Поспешите, ребятушки, поспешите!» — послышался голос старика. «На ночлега далеко». Необразованный народ проговорил, искос взглянув на меня пряничник, как только вся толпа провалила мимо. Развет и кушанье про них, и наскоро снарядивший свою лошадку, спустился он к речке, на которой виднелся маленький бревенчатый баром. Мужик в белом водочном шлыке, обыкновенной полезской шапке, вышел из низкой землянки ему навстречу и переправил его на противоположный берег. Тележка поползла по изрытой и выбитой дороге, из жестка взвизгивая одним колесом. Я покормил лошадей и тоже переправился. Протащившись версты с две болотистым лугом, забрался и, наконец, по узкой гаде в просеку леса. Тарантас неровно запрыгал по крутым бревешкам. Я вылез и пошел пешком. Лошади выступали дружным шагом фыркой и отмахиваясь головами от комаров и мошек. Полесье приняло нас в свои недры, с окраины, ближе к лугу росли березы, осины, липы, клёны и дубы. Потом они стали реже попадаться сплошной стеной, надвинулся густой ельник. Далее закраснели голые стволы сосенника, а там опять потянулся смешанный лес, заросший снизу кустами орешника, черемухи, рябин и крупными сочными травами. Солнечные лучи ярко освещали верхушки деревьев и, рассыпаясь по ветвям, решкой, где достигали до земли, повредневшими полосами и пятнами. Птиц почти не было слышно. Они не любят больших лесов. Только по временам раздавался за унывный троекратный вузлос у дода до сердитый крик ореховки и лесовки. Молчаливый, всегда одинокий сиворонок перелетал через просеку, сверкая в золотистую лазурь у своих красивых перьев. Иногда деревья ретели, раступались, впереди светлела. Тарантас выезжал на расчищенную песчаную поляну. Жидкая рожь росла на ней грядами, бесшумно качая свои бледные колосики. В стороне темнела ветхая часовинка с покривившимся крестом над колодцем. Невидимый ручеек мирно болтал переливчатыми игулкими звуками, как будто втекая в пустую бутылку, а там вдруг дорогу перегораживала недавно обрушившаяся береза. И лес стоял кругом до того старый, высокий и дремучий, что даже воздух казался спертым. Местами просека была вся залита водой. По обеим сторонам растелалось лесное болото. Все зеленое и темное, все покрыто тростниками и мелким отшанником. Утки взлетывали попарно, и странно было видеть этих водяных птиц, быстро мелькающих между соснами. Га-га, га-га, неожиданно поднимался протяжный крик. Топаст угнал стадо через мелколесия. Бурая корова с острыми короткими рогами шумно продиралась сквозь кусты и останавливалась, как вкопанный на крови просеке, устаять свои большие темные глаза набежавшую передо мной собаку. Ветерок приносил тонкий крепкий запах жженого дерева. Белый дымок расползался вдали круглыми струйками по бледно-синему лесному воздуху. Знать мужичок промышлял уголь на стеклянный завод или на фабрику. Чем дальше мы подвигались, тем глуше и тише становилось вокруг. В бару всегда тихо, только идет там высоко над головой какой-то долгий робот и сдержанный гул по верхушкам. Едешь, едешь, не предстает эта вечная лесная молвь. И начинает сердце ныть понемногу, и хочется человеку выйти поскорее на простор, на свет, и хочется ему вздохнуть полной грудью и давить на него эта пахучая сырость и гниль. Вверс пятнадцать ехали мы шагом изредка рысцой. Мне хотелось засветло попасть в село святое, ближайшее в самой середине леса. Раз-два встретились мне мужички с надрывным лыком или с длинными бревнами на телегах. — Далеко ли до святого? — спросил я одного из них. — Нет, недалеко. — А сколько? — До версты три будет. Прошло часа полтора. Мы все ехали-доехали. Вот опять заскрепила нагруженная телега. Мужик шел сбоку. — Сколько, брат, осталось до святого? — Чего? — Сколько до святого? — Восемь верст. — Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса. Не видел перед собой небольшое село. Дворов двадцать лепилось вокруг старой деревянной одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко родевшими на вечерней заре. Это было святое. Я въехал в околицу. Возвращавшееся стадо нагнало мой тарантас и с мучанием, хрюканем и блением пробежало мимо. Молодые девки, хлопотливые бабы, встречали своих животных. Белоголовые мальчишки гнались с веселыми криками за непокорными поросятами. Пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и поднималась выше алела. Я остановился у старосты, хитрого и умного полей, из тех полей, про которые говорят, что они на два оршина под землю видят. На другой день рано отправился я в тележке, запрещенной парой толстопузо-христианских лошадей, со старостяным сыном и другим христианом по имени Егором на охоту за гухарями и рябчиками. Лес сынел сплошным кольцом по всему краю неба, и стен двести не больше считалось распаханного поля вокруг святого, но до хороших мест приходилось ехать в верст семь. Старостя сына звали Кондратом. Это был малый-молодой русый и краснощеки с добрым и с мирным выражением лица, устурчивый и болтливый. Он правил лошадьми. Егор сидел рядом со мной рядом. Мне хочется сказать им два слова. Он считался лучшим охотником во всем уезде. Все места, верст на пятьдесят кругом, он исходил вдоль и поперек. Он редко выстреливал по птице за скудостью пороха и дроби, но с него уже того было довольно, что он рябчика подманил, подметил точок дупелиной. Егор стоил за человека правдивого и за молчальника. Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числа найденной им дичи, черта редкая в охотнике. Ростом он был средним, сухащий, а в лицо имел вытянутые, бледные, большие, честные глаза. Все черты его, особенно губы, правильные, постоянно неподвижные, дышали спокойствием невозмутимым. Он улыбался слегка и как-то внутрь, когда произносил слова. Очень мила была эта тихая улыбка. Он не пил вина и работал прилежно, но ему не везло. Жена его все хворала, дети умирали. Он собеднял и никак не мог справиться. И то сказать, страсть к охоте не мужицкое дело. И кто с ружьем балует, хозяин плохой. Он постоянно, от постоянного ли пребывания в лесу, лицом в лесу, с печальной и строгой природой, того нелюдимого края, вследствие ли особенного склада и строя души, но только во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность, именно важность и незадумчивость, важность статного оленя. Он на своем веку убил семь медведей, подкоролив их на овсах. Последнего он только на четвертую ночь решился выстрелить. Медведь сегодня стынулся к нему боком, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда, когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке. Присевши на корточке перед громадным зверем, он вырезал из него сало коротким и тупым ножом. «Какого же ты молодца повалил?» — заметил я. Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку. Коля охотятся приехали. «В мощном глухаре есть». Три выводка. Дорябцев пять промолвил он и снова принялся за свою работу. С этим-то Егором да с Кондратом я и поехал на другой день на охоту. Живо перекатили мы поляну, окружавшую святое. Объехавши в лес, опять подащились шагом. «Вон Витютин сидит», — заговорил вдруг обратившись ко мне Кондрат. «Хорошо бы шибить». Егор посмотрел в сторону, куда Кондрат указывал и ничего не сказал. Да Витютин был шагов сто слишком, а его и на сорок шагов не убьешь. Что таково у него крепость в перьях. Еще несколько замечаний сделал славоохотливый Кондрат, но лесная тишь ненаром охватила его. Он умолк, лишь изредка перекидываясь словами, да поглядывая вперед, да прислушиваясь к пыхтению и храпу лошадей, добрались мы, наконец, до Машного. Этим именем назывался крупный сосновый лес, изредка поросший с ельником. Мы слезли. Кондрат вдвинул телегу в кусты, чтобы комары лошадей не кусали. Егор осмотрел курок ружья и перекрестился. Он ничего без креста не начинал. Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские воры или литовские люди смутного времени уже, наверное, могли скрываться в его захолустьях. В почтительном расстоянии друг от друга поднимались могучие сосны громадными слегка искривленными столбами бледно-желтого цвета. Между ними стояли, вытянувшись в струнку другие, помоложе. Зеленоватый мох, весь усеянный мертвыми никлами, покрывал землю. Голубика росла сплошными кустами. Крепкий запах ее ягод, подобный запаху, выхухали, стеснял движение. Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет сосновых ветвей, но в лесу было все-таки душно и не темно, как крупные капли поту выступало, и тихо ползла вниз тяжелая прозрачная смола по грубой коре деревьев. Неподвижный воздух без тени и без света сжег лицо. Все молчало. Даже шагов наших не было слышно. Мы шли по мху, как по ковру. Особенно Егор двигался бесшумно. Словно тень. Под его ногами даже хворотинки не трещало. Он шел, не торопясь, изредка посвистывая в пищик. Рябчик скоро отозвался и в моих глазах нырнул в густую елку. Но напрасно указал мне его Егор, как я не напрягал свое зрение, а рассмотреть его никак не мог. Пришлось Егору по нем выстрелить. Мы нашли также два выводка глухарей. Осторожные птицы поднимались далеко с тяжелым и резким стуком. Нам, однако, удалось убить трех молодых. У одного Майдана, Майданом называется место, где гнали деготь, Егор вдруг остановился и подозвал меня. Медведь хотел достать. Промолвил он, указывая на широкую свежую царапину на самой середине ямы, затянутой мелким мхом. Это след его лапы? Спросил я. Его. Да вода-то пересохла. На той сосне тоже его след за медом лазил. Как ножом прорубил, когтями-то. Мы продолжали собираться в самый глушь леса. Егор только изредка посматривал вверх и шел вперед спокойно и самоуверенно. Я видал круглый высокий вал, обнесенный полузасыпанным рвом. Что это, Майдан тоже? Спросил я. Нет, отвечал Егор. Здесь воровской городок стоял. Давно? Давно. Дедам нашим за память. Тут и клад зарыт. Да зарок положен крепкий. На человечью кровь. Мы прошли еще с версты две. Мне захотелось пить. Посидите маленько, сказал Егор. Я схожу за водой. Тут колодец недалеко. Он ушел. Я остался один. Я присел на срубленный пень, оперся локтями на колени и после долгого безмолвия медленно поднял голову и оглянулся. Ох, как все кругом было тихо и сурово печально. Нет, даже не печально, а немо. Холодно и грозно в то же время. Сердце во мне сжалось. В это мгновение на этом месте я почувал веяние смерти. Я ощутил, я почти осизал ее непрестанную близость. Хоть бы один звук задорожал. Хотя бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном зеве, обступившего меня Бора. Я снова почти со страхом упустил голову. Точно я заглянул куда-то, куда не следует заглядывать к человеку. Я закрыл глаза рукой, и вдруг, как бы повинуясь таинственному повелению, я начал припоминать всю мою жизнь. Вот меркнуло передо мной мое детство, шумливое, тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями и быстрыми печалями. Потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбимая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием. Пришли на помещение товарищи первых стремлений. Потом, как молния в ночи, сверкнула несколько светлых воспоминаний. Потом начали нарастать и надвигаться тени. Темнее и темнее стало кругом. Глушей и тишей побежали однообразные годы, и камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел с изумлением и усилием. Точно всю жизнь свою я перед собой видел, точно свиток развивался у меня перед глазами. О, что я сделал! Невольно шептали горьким шепотом мои губы. О, жизнь, жизнь, куда как ушла ты так бесследно, как выскользнула ты из крепко стиснутых рук. Ты ли меня обманула? Я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли, эта малость, эта бедная гордость, горсть пыльного пепла, вот все, что осталось от тебя. Это холодное, неподвижное, ненужное нечто. Это я, тот прежний. Я? Как? Душа жаждала счастья такого полного. Она с таким презрением отвергала все мелкое, все недостаточно она ждала. Вот-вот нахлынет счастье потоком, и ни одной капли не смочила лкавших губ. О, золотые мои струны, вы так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то. Я так и не услышал вашего пения. Вы звучали только, когда рвались. Или, может быть, счастье, прямое счастье всей жизни проходило близко. Мимо улыбалась лучезарную улыбкой. Да я не умел признать его божественного лица. Или она точно посещала меня, сидела у моего изголовья, да позабылась мною, как сон. Как сон, повторял я уныло. Неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоумение. А вы, думал я, милые, знакомые, погибшие лица, вы обступившие меня в этом мертвом уединении. А чего вы так глубоко и грустно безмолвно? Из какой бездны возникли вы? Как мне понять ваши загадочные взоры? Прощайтесь ли вы со мной? Приветствуйте ли вы меня? О, неужели нет надежды? Нет возврата? Зачем полились вы из глаз? Скупые поздние капли. О, сердце, к чему, зачем? Еще жалеть. Старайся забыть, если хочешь покоя. Приучайся к смирению последней разлуки, с горьким словам, прости и навсегда. Не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремясь туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка радость бьет лазурными крыльями, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга. Не смотри туда, где блаженство и вера, и сила, там не наше место. Вот вам вода, раздался за мной озвученный голос Егора. Пейте с Богом. Я невольно вздрогнул. Живая эта речь поразила меня. Радостно потрясла все мое существование. Точно я падал в неизведанную темную глубь, где уже все стихало кругом, и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби. Я замирал, но противиться не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня. Чья-то могучая рука одним взмахом вынесла меня на свет Божий. Я оглянулся из несказанной отрады, увидал честное и спокойное лицо моего провожатого. Он стоял передо мной легко и стройно, с обычной своей улыбкой, протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагой. Я встал. — Пойдем, веди меня, — сказал я с увлечением. Мы отправились в Бразилии долго, до вечера. Как только жара свалило, в лесу стало так быстро холода и стемнеть, что оставаться в нем уже не хотелось. — Ступайте вон, беспокойные и живые, — казалось, — шептал он нам из-за каждой осины. Мы вышли, но нескоро нашли Конрада. Мы рычали, кликали его. Он не отзывался. Вдруг среди чрезвычайной тишины в воздухе слышим и ясно раздается его «Тру, тру» в близком от нас овраге. Он не слышал наших криков от ветра, который внезапно разыгрался и так же внезапно упал совершенно. Только на отдельных стоявших деревьях виднелись следы его порывов. Многие листья были поставлены наизнанку, и так и остались придавая быстроту неподвижной листве. Мы возобрались в телегу и покатили домой. Я сидел, покачиваясь, и тихо выдыхая сырой, немного резкий воздух. И все мои недавние мечтания, к сожалению, потонули в одном ощущении дремоты и усталости. В одном желании поскорее вернуться под крышу теплого дома, напиться чаю с густыми сливками, зарыться в мягкое и рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть. Иван Сергеевич Тургенев Поездка в Полесье День 2 На следующее утро мы опять втроем отправились на гарь. Лет десять тому назад несколько тысяч десятин выгорело в Полесье, и до сих пор не заросло. Кое-где пробиваются молодые елки и сосенки, а то все мог до перележала зола. На этой гаре, до которой от святого считается вирус 12, растут всякие ягоды. В великом множестве водятся те дерева, большие охотники до земляники и брусники. Мы ехали молча, как вдруг Кондрат поднял голову. — Э! — воскликнул он. — Да это не как Ефрем стоит. — Здорово, Александр Ильич! — прибавил он, возвысив голос и приподняв шапку. Небольшого роста мужик в черном коротком армяке, под поясанной веревкой, вышел из-за дерева и приблизился к телеге. — Али отпустили? — спросил Кондрат. — А то, небось, нет, — возразил мужичок, оскалил зубы. — Нашего брата держать не приходится. — И Петр Филиппович? — Ничего. — Филиппов-то? — Знава дело, ничего. — Вишь ты? — А я, Александр Ильич, думал. — Ну, брат, думал я. Теперь ложись гусь на сковороду. — От Петра Филиппова-то? — Вона! Видали мы таких. — Суется в волки. — Охот собачий. — На охоту, что ли, ездишь, барин? — спросил друг мужичок, быстро вскинув на меня свои прищуренные глазки. И тотчас опустил их снова. — На охоту. — А куда примерно? — На гарь. — сказал Кондрат. — Едете на гарь? Не наехать бы на пожар. — А что? Видал я, глухарей много, — продолжал мужичок, все как бы посмеиваясь и не отвечая Кондрату. — Вам туда не попасть. Прямиком вверх двадцать будет. Вот и Егор, что говорит в бару, как у себя на двору, а и тот не продерется. — Здорово, Егор! Божья душа в полтора гроша! — горкнул он вдруг. — Здорово, Ефрем! — миленно возразил Егор. Я с любопытством посмотрел на этого Ефрема. Такого странного лица я давно не видывал. Нос имел он длинный и острый, крупные губы и жидкую бородку. Его голубые глазки так и бегали, как живчики. Стоял он развязанно, легонько, подпершись руками в бока и не ломая шапки. — На побывку домой, что ли? — спросил Егор Кондрат. — Экста! На побывку. Теперь, брат, погода не та, разгулялась. Широко, брат, стало, во как. Хоть до зимы напечели же, никакая собака не чукнет. Мне в городе говорил этот-то производитель. — Брось, мол, нас, Александр Ильич, выезжай из города, из уезда вон. Патч продадим первый сорт. — Дожарь мне вас, святовских-то. Такого вам вора другого не нажить. Кондрат засмеялся. — Шудник ты, дядюшка, право, шудник, — проговорил он, тряхнул вожжами. — Лошади тронулись. — Пру-право, вел Ефрем. Лошади остановились. — Кондрату не понравилась эта выходка. — Полно озорничать, Александр Ильич, — заметил он в полголоса. — Видишь, с барином едем. Осерчать, гляди. — Эх ты, морскую селезень, с чего ему серчать-то? — Барин он добрый. — Вот, посмотри, он мне наводку даст. — Эх, барин, дай проходим-то на косушку. Ух, раздавлюшь я ее, — подхватил он, подняв плечо к уху и скрыпнув зубами. Я невольно улыбнулся, дал ему гривенек и велел Кондрату ехать. — Много довольна, ваше благородие, — крикнул по-солдатски на вслед Ефрем. — А ты, Кондрат, на передки знай, у кого учиться. Орабел — пропал, смел — съел. — Как вернешься, у меня побывай, слышь? У меня три дня попойка стоять будет, шибем горло два. Жена у меня баба хлёцкая, двор на полозу. Гей, сорока, белобока, гуляй, пока хвост цел. И засвистав, резким свистом Ефрем юркнул в кусты. — Что за человек? — спросил я Кондрата, который сидел на облучке, все встряхивал головой, как бы рассуждая сам с собой. — Тот-то, — возразил Кондрат и потупился. — Тот-то, — повторил он, — да, он ваш, наш, святовский. Это такой человек, такого на сто раз другого не сыщешь. Вор и плод такой, боже ты мой. На чужое добро у него глаз так и коробится. От него и в землю не зароешься. А что деньги, например, из-под самого хребта у тебя вытащит, и ты не заметишь, какой он смелый. Смелый? Да он никого не боится. Да вы посмотрите на него по физиономии. Бестианин. С носу виден. Кондрат часто езживал с господами, и в губернанском городе бывал, а потому любил при случае показать себя. Ему сделать ничего нельзя. Сколько раз его и в город возили, и в острог сажали, только убытки одни. И встанут, затем он говорит, что ж, мол, вы ту ногу не путаете? Путаете. И ту. Да покрепче. Я пока посплю, а домой я раньше в ваших провожатах поспею. Глядишь? Точно. Опять вернулся, опять тут. Ах ты, боже мой. Уж на что мы все здесь, лишь нелезная, приобыкли с измола. А с ним поравняться не мочит. Прошлым летом ночью напрямки из Алтухина в Святое пришел, а тут никто и не хаживал, отродясь. Верст сорок будет. Вот и мед красть. На это он первый человек, и пчела его не жает. Все пасеки разорил. Я думал, он и бортам спуска не дает. Ну нет, ну что напрасно на него возить. Такого греха за ним не замечали. Борт у нас святое дело. Пасека огороженная. Тут караул. Коль утащил, твое счастье. Абортовое плечо. Дело божие, небереженное. Один медведь ее трогает. Зато он и медведь, заметил Егор. Он женат? Как же? И сын есть. Да и вор же будет сын, то в отца вышел весь. Уж он его и теперь учит. На обеденный зигаршок со старыми педаками притащил, украл где-нибудь, значит. Пошел да зарыл его на полянке в лесу. А сам вернулся домой, да и послал сына на полянку. Пока, говорит, горшка не отыщешь, есть тебе не дам и на двор не пущу. Сын-то день целый просидел в лесу и ночевал в лесу. Нашел-таки горшок. Да, мудреный этот Ефрем пока дома, любезный человек, всех подчует. Пей, ешь, сколько хочешь. Пляска тут у него поднимается. Балагурство всякое. А что, коли на сходке, такая у нас сходка на селе бывает. Уж лучше его никто не рассудит. Подойдет сзади, послушает, скажет слово, как отрубит и прочь. Да в шестого-то веско. А как вот уйдет в лес, ну так беда, жди разорения. А и то сказать, он своих не трогает. Разве самому, честно, придется, коли встретит кого святовского. Обходи, брат, мимо, кричит издали. Из меня лесной дух нашел. Убью. Беда. Чего же вы смотрите? Целая вочина с одним человеком справиться не может. Да уж, пожалуй, что так. Колдун он, что ли? Да кто его знает? Вот на меня несет он к соседнему дичку на пасеку забрался ночью, а дичок-то караулил сам. Ну, поймал его, да в потемках и приколотил. Как кончил, Ефрем-то и говорит ему, а знаешь ты, кого бил дичок, как узнал его по голосу, так и обомлел. Ну, брат, говорит Ефрем, это тебе даром не пройдет. Дичок ему в ноги. Возьми ему, что хочешь. Нет, говорит, я с тебя в свое время возьму, да и чем захочу. Что же вы думаете? Ведь с самого того дня дичок-то словно ошпаренный, как тень бродит. Сердце, говорит, во мне изныло, словно больно крепкое знать залепил мне разбойник. Вот что с ним сталось, с дичком-то. Дичок этот должен быть глуп, заметил я. Глуп, а вот это, как вы рассудите. Вышел раз приказ изловить этого самого Ефрема. Становой такой у нас завелся в острый. Вот и пошло человек десять в лес ловить Ефрема. Смотрят они, смотрят, а он им навстречу идет. Один-то из них из-за кричи. Вот он, вот он, держите его, вяжите. А Ефрем вошел в лес, вырезал себе древо, это персос два, так как выскочит опять на дорогу. Безобразный, такой страшный, как скомандует, словно генерал на разводе. На коленке. Все так и попадали. А кто говорит, тут кричал, держите, вяжите, ты, Серега? Тот-то как хочет добежать, а Ефрем за ним, да древом его по пяткам, сверсту его гладил. И потом все еще жалел. Эх, мол, досадно, заговеться ему не помешал. Дело-то было перед самыми филипповками. Ну а Станового в скором времени сместили. Тем все и покончилось. А зачем же они все ему покорились? Зачем? Тут и есть. Он всех вас запугал, да и делает теперь с вами что хочет. Запугал. Да он кого хочешь запугает. И уж гораздо же он на выдумке, боже ты мой. Я раз в лесу на него наткнулся, дождь такой шел здоровый, и я был в сторону. Он поглядел на меня, да и так пить на ручку и подозвал. Подойди, мол, Кондрат, не бойся, поучись у меня, как в лесу жить, на дождю сухим быть. Я подошел, а он под елкой сидит, и огонек развел из сырых веток. Дым-то набрался в елку, и не дает дождю капать. Поддивился я тут ему, а то вот он раз что выдумал. Кондрат засмеялся, вот уж потешил. А вес у нас молодцы на таку, да не кончили, последний ворох сгрести не успели, ну и посадили на ночь в двух караульщиках. Ребята-то были не из войких, вот сидят они, да гуторят. А Ефрем возьми, да рукава рубахи соломой набей, к концу завяжи, да на голову себе рубаху и надень. Вот подкрался он в этом-то виде к Овину, дай ну из-за угла показываться, помаленьку риги-то свои выставлять. Один-то малый говорит другому, видишь, вижу, говорит другой, да как ахнут вдруг, только плеть не затрещали. А Ефрем нагрел овса в мешок, да и тащил к себе домой, сам потом все рассказывал. Уж ты делал, что он стыдил, ребята, право. Кондрат засмеялся опять, и Егор улыбнулся. Так только плетни затрещали, промолвил он. Только их и видно было, подходил Кондрат. Так и пошли сегать. Опять все притихли. Вдруг Кондрат всплотнулся и вывремился. Э, батюшки, воскликнул он, да это не как пожар. Где, где, спросили мы. Вон, смотрите, впереди, куда мы едем, пожары есть. Ефрем-то, Ефрем ведь напророчил. Уж не его ли это работа, окаянная он душа. Я взглянул по направлению, куда указывал Кондрат. Действительно, верстах в двух или трех впереди нас за зеленой полосой низкого ельника, толстый столб сизва дыма, медленно поднимался от земли, постепенно выгибаясь и расползаясь шапкой. От него вправо и влево виднились другие, поменьше и побелее. Мужик, весь красный в поту, в одной рубашке с растрепанными волосами над испуганным лицом наскакал прямо на нас и с трудом оставил свою поспешно взнузданную лошаденку. Братцы, спросил он за дыхающимся голосом, «Полесовщиков не видали?» «Нет, не видали». «Что это? Лес горит?» «Лес!» «Народ согнать надо, а то Коля тросному скинется». Мужики задергали локтями, заколотили пятками по бокам лошади. Она поскакала. Кондрат также погнал свою пару. Мы ехали прямо на дым, который растелался все шире и шире. Местами он внезапно очернел и высоко взвивался. Чем ближе мы подвигались, тем неяснее становилось его очертания. Скоро весь воздух потускнел, сильно запахло горелым. И вот между деревьями, странно и жутко шевелясь на солнце, мелькнули первые бледно-красные языки пламени. «Ну, слава Богу», заметил Кондрат. Нажегся пожарный подземный. «Какой?» «Поземный. Такой, что по земле бежит. Вот с подземным мудрено ладить. Что тут сделаешь, когда земля на целый оршин горит? Одно спасение, копай канавы. Да это разве легко? А подземный ничего, только траву сбреет, да сухой лис сожжет. Еще лучше лесу от него бывает». О, патушки, глядя, однако, как шибануло. Мы подъехали почти к самой черте пожара. Я слез и пошел ему навстречу. Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огон бежал по редкому сосновому лесу против ветра. Он подвигался неровной чертой, или, говоря точнее, сплошной зубчатой стенкой загнутых назад языков. Дым относило ветром, Кондрат сказал правду. Это действительно был поземный пожар, который только брил траву и, не разыгрываясь, шел дальше, оставляя за собой черный и дымящийся, но даже не тлеющий след. Правда, иногда там, где огнем попадались яма, наполненная дромом и сухими сучьями, он вдруг и с каким-то особенным, довольно зловещим ревом вздымался длинными, волнующимися косицами, но скоро опадал и бежал вперед по-прежнему, слепка слегка потрескавая и шипя. Я даже не раз заметил, как кругом охваченный дубовый куст с сухими висячими листами оставался нетрунтым, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не мог понять, от чего сухие листья не сгорались. Кондрат объяснил мне, что это происходит от того, что пожар подземный, значит, несердитый. Да ведь огонь тот же возражал я. Подземный пожар, повторил Кондрат, однако хоть и подземный, а пожар все-таки произвел свое действие. Зайцы как-то беспорядочно бегали взад и вперед, безо всякой нужды, возвращаясь с соседства огня. Птицы попадали в дым и кружились, лошади оглядывались и фыркали. Самый лес как будто гудел, да и человек становилось неловко внезапно бьющего ему в лицо пожара. Чего смотреть, сказал вдруг Егор за моей спиной, поедемте, да город проехать. Да где проехать, спросил Кондрат, возьми влево, по сухоболотью проедем. Мы взяли влево и проехали, хоть иногда трудненько приходилось и лошадям и телеге. Целый день протаскались мы по Гаре, перед вечером заря еще не закраснилось на небе, но в тени от деревьев уже легли неподвижные длинные и чувствовалось в траве холоду, который предшествует России. Я прилег на дорогу вблизи телеги, в которую Кондрат не спеша впрыгивал наявшиеся лошадей и вспомнил свои вчерашние невеселые мечтания. Кругом все было так же тихо, как и накануне, но не было давящего и теснящего душу бора. На высохшем мхе, на лиловом бурьяне, на мягкой пыли дороги, на тонких стволах и чистых листочках молодых берез лежал ясный и кроткий свет уже безнойного невысокого солнца. Все отдыхало, погруженное в успокоительную прохладу. Ничего еще не заснуло, но уже все готовилось к целебным усыплениям вечера и ночи. Все, казалось, говорило человеку, отдохни, брат наш, дыши легко и не горюй, и ты перед близким сном. Я поднял голову и увидал на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают девицами, а наш бесхитростный народ прозвал коромыслами. Долго, более часа не отводил я от нее глаз. Насквозь пропеченная с солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками. Вот и все. Глядя на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненно и явно, хотя для многих еще таинственный смысл, тихое немедленное одушевление, неторопливость, издержанность ощущения сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе. Вот самая ее основа, ее неизменный закон, вот на чем она состоит и держится. Все, что выходит из-под этого уровня, кверху или книзу, все равно выбрасывается ее вон, как негодно. Многие насекомые умирают, как только узнают нарушающие равновесие жизни, радости, любви. Больной зверь сбивается в чащу и угасает там один. Он как бы чувствует, что уже не имеет права не видеть всем общего солнца, не дышать вольным воздух. Он не имеет права жить, а человек, которому от своей левины, от вины ли других пришлось худо, на свете должен, по крайней мере, уметь молчать. Ну что же ты, Егор, на свете другу, кондрат, который уже успел поместиться на облачке телеги и поигрывал и перебирал вожжами. Иди садись, чего задуматься, а ли к корове все. Корове? Какой корове? Повторил я и взглянул на Егора. Спокойно и важно, как всегда, он действительно оказалось, задумался и глядел куда-то вдаль, в поля, уже начинавшие теменеть. А вы не знаете, подхватил Кондрат, у него сегодня ночью последняя корова околела. Не везет ему, что ты будешь делать? Егор сел молча на блучок и мы поехали. Этот умеет не жаловаться, подумал я. The end.